Я стараюсь за коммунальные услуги оплачивать сразу же, потому что если я не заплачу за этот месяц, то в следующем месяце накопится больше, 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 и потом эта сумма станет уже существенной для семейного бюджета. Я не смогу ее разом заплатить. Кроме того, я занимаюсь делами нашего ТСЖ, хожу в правление, и в ТСЖ большие проблемы из-за неплательщиков коммунальных услуг. Несвоевременная оплата, внесение, точнее, платы за коммунальные услуги на сегодняшний день лишает нас возможности оказывать надлежащим образом эту услугу. Конечно, мы понимаем сегодняшнюю ситуацию в режиме самоизоляции, когда у нас на сегодняшний день возрос объем, и не получать ту сумму платы, на которую мы рассчитывали, чтобы организовать эту работу, конечно, нам это критично, чтобы не допустить в том числе мусорного коллапса. Потому что даже в новогодние праздники мусора бывает меньше, чем на данный момент. Не знаю, что будет дальше, но пока вот так. Мы, по-моему, тут на первом плане по поводу этого заражения стоим, потому что работаем тут и пыль, и грязь, и та же мышка, и тут что-то конец. Снабжают нас и антисептиками, и перчатками, и масками, потому что хочется как-то себя уберечь от этой болезни, не хочется болеть. Для потребителя эти пени за несвоевременную уплату они были незначительные. Накапливать этот долг нет никакого смысла, даже по той простой причине, что его все равно нужно будет когда-то заплатить. Будет это через два месяца, через три, он все равно должен быть погашен, этот долг. Если платежка, плата за жилищно-коммунальные услуги в целом составляет более чем 22% от совокупного дохода семьи, то человек может обратиться за субсидии и часть платежей компенсировать за счет государства. Вот мы предлагаем, у нас эти 22% сейчас сократить, сделать 15%. То есть это будет действительно поддержка для тех, у кого сложная жизненная ситуация. Угорники, уборщицы, водители мусоровозов, грузчики, они все работают. Поэтому как бы решать проблемы за счет других, это неправильно. Поэтому мы вот предлагаем снизить на сегодняшний день процент для получения субсидий. И адресно, у кого действительно сложная жизненная ситуация, у кого действительно снизились доходы, у кого нет возможности оплачивать эти услуги, соответственно, выделять дополнительные денежные средства в виде субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Продолжение следует...